Просто мысль. Мне кажется, Навальный, как по его собственному утверждению, профессиональный политик, не мог не понимать, что а. есть решение его к выборам не допускать, почему отдельный вопрос, б. люди, принявшие закон Димы Яковлева, не побрезгуют это решение выполнить несмотря ни на что. Если не понимал, значит политик пока неопытный, очевидного расклада не чувствует. А если понимал, то какая же у него цель? Конечно, перед выборами политик говорит, что хочет быть избранным. Это мантра, без которой на выборы не идут. Но если Навальный не понимал, что он даже будучи допущен, не будет избран, то он еще меньше политик, чем кажется по истории с недобущением. Я думаю, понимал. Значит, целей может быть три. Либо он стремился попасть на выборы и продемонстрировать всем, как много людей его поддерживают, чтобы создать платформу на будущее. Отличная цель, если поддержка действительно большая. Ну и какие же у него были варианты? Первый вариант он использовал. Наскочил с разбегу лбом на каменную стену, заработал шишку на лбу и теперь будет всем ее показывать и стену ругать почем зря. Только вариант этот бессмысленен. С точки зрения всех целей и задач, кроме последней, допуска к выборам он не обеспечит точно, а репутацию его испортит. А ведь весь его недопуск держался на одной ниточке судимости. У него, похоже, плана Б даже не было. И вот тут возникает вопрос. Если Алексей Навальный хотел допуска к выборам, то почему А. не выдвинул в последний момент свою жену? Б. Не скооперировался ни с кем, даже с той же Собчак, в обмен на место премьер-министра, скажете вы. Я соглашусь, конечно, в обмен, а можно и без обмена. Победить он все равно не мог и не собирался. Задача была показать, сколько за него проголосуют. Разве не так? То есть я ничего не утверждаю, но ситуация выглядит подозрительно с точки зрения, конечно, цели политика. Либо с точки зрения его профессионализма. То есть нет ничего плохого, если Навальный ставит перед собой именно цель получить отказ и продолжать консолидировать сторонников с помощью демонстрации РАН. Обвинений властей теперь еще и в незаконном допуске на выборы и это заранее обреченное выдвижение – ход в долгосрочной игре. Но мне кажется, было бы разумнее ему так и сказать своим сторонникам. Мы сделали все по закону и по правилам. Мы дали власти возможность закон соблюсти. Мы знали, что власть этого не сделает, но не могли поступить иначе. Теперь мы чисты перед собой и обществом. Мы показали, где здесь преступники. Мы будем бороться дальше. Вместо этого Алексей почему-то агрессивно повторяет, что собирался зарегистрироваться. И вот это странно. Андрей Мовчан. Лично для меня это давным-давно странно. Я озвучивал это в своем ролике о Навальном. Когда я услышал реплику Алексея Навального, эти выборы нелегитимны, если я в них не участвую. Тогда же я задал вопрос, а почему бы не сделать эти выборы действительно нелегитимными и демонстративно не участвовать? Ведь только если выборы нелегитимны, у Алексея Навального есть шанс оспаривать власть. Но он изо всех сил стремится попасть на выборы, тем самым эти выборы легитимизировать. И лично для меня совершенно непонятны его действия. В данном посту хороший экономист и умный человек Андрей Мовчан думает об Алексее Навальном с другой стороны. Вообще действия Алексея Навального, если очень хорошо и внимательно присматриваться, вызывают много вопросов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!